Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодня мы обсудим вводные сведения, касающиеся Евангелия от Иоанна. Четвертый из Евангелий, которое достаточно радикально отличается от первых трех и уже из древности называется духовным Евангелием. Почему оно иное? По какой причине автор этого Евангелия опускает то, что есть у предшествующих евангелистов, и наоборот, дополняет их повествование оригинальным материалом? Эти вопросы представляют очень большой интерес, особенно в связи с тем, что Евангелие от Иоанна, конечно же, мыслится в связи с первым, вторым и третьим посланием этого апостола. Для того, чтобы поговорить о значении Евангелия от Иоанна, необходимо вначале обсудить авторство и датировку этой книги. Для того, чтобы понять авторство, возможно, два подхода. Первый вариант, когда мы пытаемся сделать это на основании внутренних свидетельств текста, то есть обращаясь только к Евангелию как таковому. И второй вариант, когда мы привлекаем внешнее свидетельство, обращаемся к древним авторам, которые читали эту книгу и высказывали свои суждения относительно того, кто же является автором этого Евангелия. Внутреннее свидетельство текста. Если мы изучаем Евангелие от Иоанна, то мы можем, отталкиваясь от разных свидетельств, прийти к следующему. Во-первых, автор является иудеем, что видно из его литературного стиля. А Евангелие от Иоанна имеет, с одной стороны, наиболее простой словарь из всех книг Нового Завета. Наименьшее количество по объему греческих слов используется. Но, с другой стороны, иногда видны влияния семитизмов, присутствуют семитизмы. Также видно, что автор Четвертого Евангелия хорошо знаком с текстом Священного Писания Ветхого Завета именно на древнееврейском языке. Потому что в ряде случаев Священное Писание Ветхого Завета цитируется в Евангелии от Иоанна, так, как это сделано в переводе септуагинты. А в ряде других случаев автор Четвертого Евангелия предлагает свой собственный перевод с древнееврейского языка на древнегреческий. Далее, автор этой книги знаком и в ряде случаев ссылается на древнееврейские традиции, которые имели место в Палестине в I веке по Рождестве Христовом. Более того, он знаком не только с религиозной обстановкой в Палестине, но и с иудейскими праздниками, обрядами очищения. Вполне естественно и непринужденно рассказывает об иудейских обычаях, в частности, о браке и погребении. Второе. Отталкиваясь от текста Евангелия от Иоанна, исследователи делают вывод, что автор является не просто иудеем, но иудеем палестинским, потому что он хорошо знает географию Палестины, в частности, Иерусалима и окрестностей, и достаточно подробно описывает все, что связано с храмом. Более того, можно указать на третий пункт. Автор является не просто иудеем и палестинским иудеем, но также и очевидцем событий, потому что он помнит, когда произошли те или иные события, даже конкретный час. Например, ему известно, что Господь Иисус Христос был уставшим, когда присел у колодца рядом с Сихемом. Он точно помнит слова, которые были сказаны соседам слепорожденного, или он сам видел кровь и воду, исшедшие из ребр Иисусовых, и так далее. Таким образом, имеем, что на основании внутренних свидетельств текста можно утверждать автор четвертого Евангелия – иудей, иудей палестинский и свидетель событий. И, наконец, те, кто изучает Евангелие от Иоанна, делают еще четвертый вывод, что автор не просто свидетель, очевидец событий, но и один из двенадцати апостолов. Но поскольку сам автор Евангелия себя нигде не называет, то, отталкиваясь от разного рода косвенных свидетельств, которые мы здесь сегодня опускаем, можно прийти к двум апостолам – братьям, сыновьям Завидеевым – Иакову и Иоанну – и утверждать, что вот кто-то из них и является автором четвертого Евангелия. Подобные внутренние свидетельства не просто хорошо подтверждаются внешними, но мы можем говорить о том, что внешнее свидетельство древней церкви таково, что автор четвертого Евангелия именно Иоанн Богослов, и сомнений в этом нет никаких. Наиболее древнее свидетельство принадлежит святителю Иринею Леонскому, который жил в конце II века по Рождеству Христовым, был учеником поликарпа Смирского, а поликарп был, в свою очередь, знаком с апостолом Иоанном Богословом. Свидетельство Иринея сохранилось в церковной истории автора начала IV века Евсевия Кисарийского. Евсевий приводит, цитирует текст письма Иринея к Флорину, где раскрываются подробности общения Иринея Леонского и поликарпа Смирского. Цитата. «Я еще мальчиком видел тебя, Флорин, в нижней оси у поликарпа. Ты блистал при дворе и старался отличиться. Я помню тогдашние события, лучше недавних, узнанные в детстве, срастаются с душой. Я могу показать, где сидел и разговаривал блаженный поликарп. Могу рассказать о его уходах и приходах, особенностях его жизни, его внешнем виде, о беседах, какие он вез с народом, о том, как он говорил в своих встречах с Иоанном и с теми остальными, кто своими глазами видел Господа, о том, как припоминал он слова их, что он слышал о них, о Господе, о чудесах его и о его учении. Поликарп и возвещал то, что принял от видевших слова жизни. Это согласно с Писанием. По милости Божией ко мне, я тогда внимательно это слушал и записывал не на бумаге, а в сердце». Вот почему так важно свидетельство святителя Ирине, сохранившееся у того же Евсееве, об авторе 4-го Евангелия. Цитата. «Иоанн, ученик Господа, возлежавший у него на груди, написал Евангелие, живя в Осии, в Эфесе». Другое, также древнее свидетельство, это текст Мураториева канона. Сам по себе текст датируется примерно 170-м годом по Рождестве Христовом. Вот что Мураториев канон говорит на эту тему. Четвертый Евангелие принадлежит Иоанну, одному из учеников. Своим близким ученикам и епископам, умолявшим его написать, он сказал, «Постите со мной три дня, начиная с сегодняшнего, и что откроется каждому, да расскажем это друг другу». В ту же ночь открылась Андрию, одному из апостолов, что Иоанн должен написать обо всем от своего имени, а другие все это проверить. Итак, несмотря на то, что о разных конкретных вещах можно прочитать в Евангелиях, это не влияет на веру христиан, поскольку одним духом все было возвещено во всех Евангелиях относительно рождения, страстей, воскресения, жизни с учениками, его двойного пришествия. Замечательно, что если Иоанн так тщательно упоминает все это еще и в своих посланиях, говоря о себе, что мы видели своими очами и слышали своими ушами, наши руки осязали, все это мы написали вам, то так он называет себя не только все видевшим и слышавшим, но еще и писателем обо всех чудесных деяниях Господа по порядку. Климент Александрийский, который жил в конце II и в начале III века, знает только одного Иоанна, а именно апостола, и определенно приписывает ему четвертые Евангелия. Цитата. Иоанн, последний, видя, что те Евангелия, то есть первые три, возвещают земные дела Христа, написал поблуждаемо учениками и вдохновленный духом Евангелие духовное. Здесь мы с вами впервые в истории церковной литературы встречаемся с определением четвертого Евангелия как Евангелия духовного, то есть Евангелия возвышенного, излагающего истины о Боге, который есть дух, с одной стороны, и настраивающего нас на правильные размышления о Боге, подталкивающего нас на то, чтобы вести религиозную, то есть духовную жизнь. И как мы с вами видим, это определение принадлежит Клименту Александрийскому. Ученик Климента, знаменитый древнецерковный библиист Ориген, который жил в конце II-го, в начале III века, говорил о том, что Иоанн, возлюбленный ученик, написал четвертые Евангелия и апокалипсис. В комментариях на Евангелие от Иоанна Ориген пишет, цитата. «Я же полагаю, что четыре Евангелия являются, так сказать, столпами веры церкви. И я думаю, что начатки Евангелий находятся и в тексте, который ты, Амвросий, он обращается к некому Амвросию, просишь меня по мере моих сил объяснить, в тексте Евангелия от Иоанна, который, чтобы говорить о том, чье родословие писали другие, начинает с того, чего в нем нет. А затем Ориген называет она богослово тем, кто склонился к груди Иисуса. Чем важна мысль Оригена? Он указывает на то, что евангелист Иоанн описывает то, что не упомянули по разным причинам первые три евангелиста. Почему они не упомянули и по какой причине появилась возможность упомянуть или написать об этом у Иоанна Богослова, мы поговорим чуть дальше. Тартулиану, который жил во второй половине второго века и в первой половине третьего века, приписывается произведение против Маркиона, где перечисляются евангелисты, и четвертым назван Иоанн Богослов. Цитата. Матфей, Марк, Лука и Иоанн собрали, изрекли слова подлинные, не чужеродные, святые Духом Божиим в присутствии такого учителя, учителя с большой буквы. Поликрат, епископ Эфесский, примерно в 196 году писал папе римскому Виктору следующее, а эти слова опять же сохранились у Евсевеки Сарийского в его церковной истории. Цитата. «В Осии покоятся великие святила веры, которые восстанут в день пришествия Господня, когда он во славе сойдет с небес и разыщет всех святых». Далее идет перечисление и указывается. «Иоанна, возлежавшего на груди у Господа, бывшего священником и носившего дыщицу, свидетеля и учителя». Интересно, что здесь имеется не только непосредственная ссылка на 13 главу Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что Иоанн был любимым учеником, возлежал на груди у Господа, но и на указание, и на жизнь, и на кончину апостола в Эфессе. Святитель Феофил Антиохийский, который жил в конце II века, в послании к Автолику, написанному не позже 180 года по Рождестве Христовым, также называет автора IV Евангелия. Цитата. «Нас учат священные писания и все духомосцы, из коих Иоанн говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, показывая этими словами, что изначально был только один Бог, и в нем слово. Потом он говорит, и Богом было слово, все через него сотворено, и без ничего ничто не сотворено». Уже эти свидетельства II и III века по Рождестве Христовым весьма убедительны, чтобы мы могли однозначно утверждать, что автором IV Евангелия является Иоанн Богослов. Однако представляет немалый интерес свидетельство более позднее церковного автора начала IV века, уже упоминавшегося ей все веки Сарийского. Это свидетельство интересно потому, что он не только говорит об авторстве Евангелия от Иоанна, но и объясняет, почему это Евангелие отличается от первых трех. Пространная цитата. Отберем несомненное писание этого апостола, то есть Иоанна. Во-первых, бесспорно признается за ним Евангелие, известное всем церквам, существующим под небом. Почему древние столь разумно отвели ему четвертое место после остальных трех, это сейчас станет ясно. Дивные и воистину угодные Богу мужи, я говорю об апостолах Христовых, проводившие жизнь в совершенной чистоте, украсившие душу всеми добродетелями, говорили языком простым. Они полагались на божественную чудесную силу, дарованную Христом, но не умели, да и не пытались рассказать об учении Христа убедительным и искусным словом. Только при помощи Духа Божия и по Его указанию, только по чудодейственной силе Христовой, в них действовавшей, разносили они по всей вселенной весть о Царстве Небесном, не умея тщательно подбирать слова, да и мало об этом беспокоясь. Воспоминания о жизни со Христом оставили из них нам только Матфей и Иоанн, да и они по преданию взялись писать по необходимости. Уже и Марк, и Лука дали людям свои Евангелия, а Иоанн, говорят, все время проповедовал устно и только под конец взялся за Писание, вот по какой причине. Когда первые три Евангелия разошлись повсюду и дошли до Него, Он, говорят, счел долгом засвидетельствовать их правдивость, но заметил, что в них недостает рассказа о первых деяниях Христовых, совершенных в самом начале Его проповеди. Это верно. Трое евангелистов знали, по-видимому, только то, что совершил Спаситель в течение года после заключения Иоанна Крестителя в темницу. Об этом они написали и с этого начали свое повествование. Иоанна, говорят, стали поэтому упрашивать, поведать в своем Евангелии о том времени, о котором молчат первые евангелисты, и о делах, совершенных Спасителем тогда, а именно до заключения Крестителя. Иоанн в своем Евангелии повествует только о том, что совершил Христос до того, как Иоанн был брошен в темницу, а остальные же три евангелиста о том, что было после заключения Крестителя. Вот почему человеку, который это учтет, не придет в голову, что они разногласят между собой. Евангелие от Иоанна охватывает первоначальную деятельность Христа, остальные дают историю последних его лет. Иоанн, видимо, умолчал у родословной по плоти Спасителя нашего потому, что Матфей и Лука ее уже изложили, и начал с учения его божественности, которая для него, как более достойного, словно оберегал Дух Божий. Эта пространная цитата замечательна не только тем, что в начале IV века не было никаких сомнений в том, что автором IV Евангелия является Иоанн Богослов, но и замечательна тем, что дается попытка дать обоснование, в чем разница, по какой причине она возникла между первыми тремя Евангелиями и Евангелием от Иоанна. К этому вопросу мы вернемся чуть дальше. А сейчас рассмотрим вопрос датировки Евангелия от Иоанна. Датировка, возможно, также двумя способами. Первый вариант. Когда мы смотрим, кто из древнецерковных авторов ссылался или толковал Евангелие от Иоанна. И в таком случае получается, что Евангелие от Иоанна не могло быть написано позже данного периода. Вот таким образом доказывали древность Евангелия от Иоанна вплоть до начала XX века. Каких же древнецерковные авторы ссылались на IV Евангелие? Как это ни парадоксально, наиболее древнее свидетельство о Евангелии от Иоанна принадлежит не церковным лицам, а лицам, которые отделились от церкви, вышли из церкви, стали раскольниками и еретиками. Первый – это Татьян, который был учеником святого Иустина-философа, но отпал от церкви после кончины смерти своего учителя и примерно в 170-м году составил согласование Евангелий. Он четыре Евангелия соединял в одно повествование, и это произведение получило название Диатессарон, то есть собрание четырех Евангелий. Так вот, собственно, это произведение Татьяна и начинается фрагментом из Евангелия от Иоанна. Получается, что оно не могло быть написано позже 170-го года. Оказывается, гностические школы, в частности, школа гностика Валентина, которая существовала со 140-го по 180-е годы, также знали Евангелие от Иоанна, и адепты этих сект предлагали читателям толкование на данные Евангелия. Отсюда получаем, что оно не может быть написано позже середины 2-го века. Конечно, есть у святого Иустина-философа, который жил в первой три четверти 2-го века, вроде бы как цитата из Евангелия от Иоанна из 3-й главы, но далеко не все исследователи согласны с тем, что это цитата, а не просто богословская мысль самого Иустина-философа. Поэтому, как это не кажется странным, но до 1920-х годов в богословской науке существовала дискуссия, а может быть, Евангелие от Иоанна и не принадлежит Иоанну-богослову, может быть, древние церковные свидетельства неверны, может быть, разница между содержанием и стилем 4-го Евангелия указывает на то, что оно написано намного позже апостольской эпохи, может быть, даже в конце 2-го века. Все споры были закрыты после того, как в 1920-м году был найден фрагмент Евангелия от Иоанна на папирусе. Этот папирус датируется примерно 125-м годом по Рождестве Христовом. Это совсем небольшой фрагмент. Он содержит стихи из 18-й главы Евангелия от Иоанна, 31-й, 33-й стихи на лицевой стороне и, соответственно, 37-й, 38-й стихи 18-й главы на оборотной стороне. После того, как этот папирус, а это папирус номер 52, или он известен еще под названием папирус из библиотеки Джона Райланда, потому что там он хранится, там он представлен. После того, как этот папирус был представлен в науке, был пущен в научный оборот, сомнения рассеялись. Поскольку был приобретен данный текст в Египте, он был найден в Египте, а Евангелие от Иоанна было написано в Эфесе, где жил Иоанн Богослов, то, конечно, какой-то период времени требовался для того, чтобы после написания Евангелия оно получило доизвестность и затем копии его попали в Египет. И получается, что если экземпляр, самая древняя рукопись Нового Завета, которая имеется, это как раз фрагмент папируса Евангелия от Иоанна, папирус 52, если написано в 125 году, то само Евангелие написано где-то примерно 20-25 лет раньше. И вот так мы с вами приходим к церковной датировке традиционной Евангелия от Иоанна. Это или конец первого века, или самое-самое начало второго века. Для простоты можно запомнить такое число. Сотый год это примерная дата написания Евангелия от Иоанна. И вот теперь имеет смысл обсудить, почему же такая серьезная, значительная разность между Евангелием от Иоанна и первыми тремя евангелистами. И надо сказать, что разность эта связана с событием, которое произошло в Палестине в 70-м году по Рождестве Христовом. В 70-м году был разрушен Иерусалим и Иерусалимский храм. Если до этого момента христиане общались тесно на территории Палестины с иудеями, если до разрушения храма и Иерусалима происходил переход части иудеев христианства и христиане вели себя именно так, по-миссионерски, ожидая или надеясь, что иудеи будут становиться вновь, еще более и больше количество иудеев будет становиться христианами, то после 70-го года происходит достаточно радикальный разрыв размежевания между христианством и иудаизмом. Но надо сказать, что и иудаизм стал другим после разрушения Иерусалима и храма. Если до 70-го года в иудаизме имели место разные религиозные движения, разные религиозные течения, это и фарисеи, и суддукии, и есеи, и зелоты, и можно условно книжников назвать религиозным движением, то конечно мы видим, что в 70-м году с разрушением храма и фактически физическим уничтожением духовенства, духовенство полностью исчезает такое направление как суддукии, а большинство из них как раз принадлежали духовенству. Есеи, которые были пацифистами отказались сопротивляться Риму и также многие были физически уничтожены. Зелоты, которые сопротивлялись Риму, также потерпели поражение и прекратили свое существование. И получается, что после разрушения Иерусалима и храма иудаизм был представлен только одним религиозным движением, а именно фарисейством, тем самым религиозным движением, с которым дискутировал Господь Иисус Христос, тем самым движением старцев, учителей которых Иисус Христос обличал и указывал на то, что они неправильно интерпретируют Ветхий Завет. Поэтому после 70-го года по Рождестве Христовом христиане, размежевавшись с уже фактически новой разновидностью иудаизма, то, что мы называем мишнаитский иудаизм или раввинистический иудаизм, христиане себя уже не считали обязанными ориентироваться на иудеев с миссионерской целью, ожидать, что иудеи перейдут в христианство. И поэтому Иоанн Богослов, который живет совсем в другом месте, уже не в иудейской Палестине, а живет в Малой Азии, в Эфесе, который пишет совсем другому по окружению христианам из числа язычников, имеющим греко-римское образование, Иоанн Богослов, скажем так, не оглядывается на иудейскую среду или иудейский контекст. Он может говорить прямо, он может говорить смело. И по этой причине он рассказывает какие-то истории, которые первые три евангелиста не включили, потому что они, скажем так, учитывали специфичность еврейской среды. В частности, это история о воскрешении Лазаря. Действительно, это очень важное событие, и сам Иоанн Богослов объясняет, что благодаря тому, что евреи присутствовали в момент воскрешения Лазаря, эта весть мгновенно разлетелась, и вследствие данного события многие евреи стали встречать Иисуса Христа, как Машеха, Мессию, события, которые мы с вами знаем как вход Господень в Иерусалим. Так почему же первые три евангелиста, если это событие столь важно и значительно, о нем не рассказали? Конечно, существует простое объяснение. Оно заключается в том, что, как говорит Иоанн Богослов, после воскрешения Лазаря, настолько это было важно, что духовенство, фарисеи решили убить не только Иисуса, но и Лазаря. И вот евангелисты, не желая навлечь на Лазаре, скажем так, опасность, они об этом событии не упоминают. Но, скорее всего, кроме вот этой задумки, которая имела место сразу после воскрешения Лазаря, уже когда возникло христианство, когда Господь воскрес, когда Он вознесся, когда христианство стало набирать силу, видимо, сообщение о воскрешении Лазаря было евреями скомпрометировано, то есть поставлено под сомнение. И поэтому первые три евангелиста не упоминают о данном событии, для того, чтобы, раз оно скомпрометировано, не скомпрометировать какие-то еще и другие повествования евангельской истории. Но Иоанн Богослов находится совсем в другой среде, там уже нет этого фона, нет этого контекста, и он рассказывает о воскрешении Лазаря. Важно учесть, что Иоанн Богослов также опускает то, что подробно и хорошо описали первые три евангелиста, для того, чтобы у него была возможность описать оригинальный материал. Для нас с вами сейчас это непонятно. Мы сейчас можем сказать, но если апостол был очевидцем этих событий, они очень ценные, почему бы он не изложил все, и то, что есть у первых трех евангелистов, и свой собственный оригинальный материал. Да, пускай его евангелие будет в два, в три, в четыре раза объемнее, чем любое из первых трех, но зато оно будет полным, оно будет исчерпывающим. Так бы рассуждали мы с вами, люди эпохи интернета и легкого воспроизведения информации, но в древности, вы помните, писали произведения на свитках, которые имели ограниченную длину, и поэтому автор произведения всегда имел в виду, что он не может написать больше какого-то конкретного объема, иначе не уместится на стандартный свиток. И поэтому все евангелисты были ограничены, как и все авторы священного писания Нового Завета, и вообще все авторы древности были ограничены определенными, как бы мы сейчас сказали, техническими условиями. И в этой ситуации Иоанн Богослов опускает то, что хорошо описано первыми тремя, но добавляет свой собственный важный материал. Какова же основная тема четвертого Евангелия? Ее указывает сам евангелист в 20-й главе в 31-м стихе. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Поэтому получается основная тема четвертого Евангелия это Господь Иисус Христос, а благодаря тому, что мы об этом узнаем, мы приобретаем веру, а через веру и жизнь вечную. Структура четвертого Евангелия. Есть разные варианты к тому, чтобы структурировать четвертые Евангелия. Какие-то экзегеты идут последовательно выделяя тему за темой. И это вполне допустимый подход. Но другие следователи обратили внимание на то, что Евангелие от Иоанна распадается на две части. Первая часть с первой по двенадцатую главу. В ней евангелист описывает общественное служение Господа. Но начиная с тринадцатой главы приводятся беседы Господа с учениками. С тринадцатой по двадцать первую главу. И вот такое разбиение Евангелия от Иоанна является предпочтительным. И мы можем назвать первую часть служения Господа еврейскому народу или служения общественности, а вторую часть уже служения ученикам. И интересно, что в первой части чем более убедительными являются речи Господа Иисуса Христа, чем больше он творит чудес, чем больше вообще говоря некое религиозное духовное напряжение, которое связано с его служением, тем больше сопротивления он встречает со стороны разных недоброжелателей. И поэтому очень логичной является вторая часть. Господь говорит ученикам узкому кругу то, что вскоре будет проповедано ими учениками после воскресения Господа, после сошествия Святого Духа огромному количеству людей. Поэтому лучше всего видеть в Евангелии от Иоанна именно эти две части и в каждой из частей постепенно нарастает напряжение и имеется своя кульминация. Понятно, в первой части это воскрешение Лазаря и вход Господня в Иерусалим, ну а в второй части беседы с учениками и уже распятие, воскресение Господа, то есть кульминация второй части это собственно кульминация человеческой священной истории и явление Господа ученикам после его воскресения. Изучая Евангелие от Иоанна, следует иметь в виду, что евангелист использует целый ряд приемов древнееврейской литературы характерных именно для той эпохи, для того времени. Одним из важных приемов подобного рода является так называемый хиазм. Мы сейчас с вами, когда читаем какие-то произведения, видим, что напряжение нарастает постепенно и развязка в конце того или иного произведения, романа или книги. Хиазм представляет из себя такого расположения материала, когда кульминация в центре, а вот начало и конец тематически друг с другом пересекаются. Современных произведений такого рода мне известно немного, но вспоминается властелин колец Толкина. Ведь когда вроде бы миссия уже исполнена, все, кольцо сброшено туда в жерло вулкана, наверное, книга должна была бы закончиться, но вдруг мы видим, что на этом повествование не останавливается. Автор рассказывает о судьбе тех героев, которые были связаны с кольцом, и очень часто о печальной судьбе, и вот этот материал перекликается с первой частью, с тем, что было в начале. Таким образом и в современной литературе мы с вами можем увидеть подобного рода хиазмы. В Евангелии от Иоанна очень часто вот такие хиастические структуры встречаются как на уровне одного или двух или трех стихов, либо даже на уровне целых фрагментов, частей глав. Это очень важно иметь в виду. Примеры литературного приема хиазма, который использует евангелист Иоанн Богослов, будут приведены при рассмотрении текста четвертого Евангелия. Спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Иоанн Богослов, иоанн Богослов. Иоанн Богослов,